Дни, когда в Вильнюсе проходит саммит НАТО, обсуждаются вопросы коллективной обороны и будущего Украины в Альянсе. В России это как будто мало кого беспокоит, разве что пропагандистов. Впрочем, что касается российского истеблишмента, то для него НАТО было как кость в горле еще со времен президентства Бориса Ельцина. Рассекреченные стенограммы Белого дома говорят о том, что в 1997 году Билл Клинтон последовательно отказывался от предложения российского президента заключить соглашение, которое бы не позволило ни одной из бывших советских республик войти в НАТО. С приходом к власти Владимира Путина ситуация изменилась и вот в 2000 году Россия сама уже не против вступить в НАТО. Об этом Путин сообщает в интервью BBC. Я цитирую, я не могу представить свою страну изолированной от Европы, говорил Владимир Путин 23 года назад. А за несколько дней до начала полномасштабной войны в Украине Путин внезапно разоткровенничался. Он рассказал агентству Интерфакс, как в том же 2000 году во время визита Клинтона в Россию интересовался у него, как США отнесутся к тому, чтобы принять Россию в НАТО. И снова цитирую, реакция на мой вопрос была весьма сдержанной. Что же касается россиян, то они в начале нулевых не то чтобы разделяли энтузиазм Владимира Путина по поводу НАТО. Вот цитата из статьи газеты «Коммерсант» за 2000 год. Несмотря на не слишком благожелательные отношения многих россиян к НАТО, Кремль, похоже, понял, что разумной альтернативы налаживанию нормальных отношений с Альянсом у России нет. Единственный шанс для Москвы, уж если не предотвратить, то хотя бы замедлить расширение Альянса, это сотрудничать с ним. Говорил, как будто цитата, согласитесь, с какой-то параллельной вселенной, с какой-то из нашей прошлой полузабытой жизни. Теперь же, если верить пропаганде, россияне вместе с руководством страны охвачены антизападными и антинатовскими настроениями тотально. Мы же решили проверить, так ли это, и что россияне на самом деле думают о НАТО и его повестке. Корреспондент «Воздуха» спросил у людей на улицах Москвы, что они вообще знают о Североатлантическом Альянсе и как относятся к историческому саммиту в Вильнюсе. И вот что нам ответили. Как относитесь к этой структуре, вот Североатлантического Альянса? Ну как, расширяется, недружественно. Террористическая организация, что ли? Ну, она достойна этого. Как вообще-то к этой организации относитесь, к этому Альянсу, военно-политическому блоку? Ну, я обычный гражданин. Есть и есть. Параллельно. Нейтрально. Отрицательно. Почему? Что они вам сделали? Они, ну, они наши, как сказать, враги. Как относитесь к ним, к этой организации? Дайте мне пулемет, я разберусь. Нет, у меня нет враждебности. Я помню, что Россия собиралась вступать даже в НАТО. Как относитесь к ним, к НАТОвцам? Чудесно. У меня вообще врагов нет. Я знаю, что это вражеская аберриатура. То, что они вот сейчас в Вильнюсе собрались, у них двухдневный саммит. Они не имеют права, никакого вообще права увеличиваться. Ну, не знаю, мы крымчане, поэтому тут вопрос такой. Не знаю, безопасность большая. Нам главное, чтобы Крым обратно не вернулся. Все, что касается Украины, я против всего. Против, естественно, потому что это приведет к тому, что к нашим границам будут более потянуты их войска, естественно. И они, естественно, не дружественные. Вот и все. Но они договариваются принять какие-то меры максимально, чтобы усилить вооруженные силы Украины, чтобы больше навредить нам. Если Украина в НАТО войдет, то, что Украина может войти в НАТО, как вы думаете, реалистично, нереалистично? Не войдет она в НАТО. Ну, от слова совсем. Думаю, такого не будет. Все-таки война идет у них там на территории. Поэтому обязательным условием, к которым, я думаю, они не поступятся все-таки, пока конфликт не закончится, не войдет она оттуда. Вообще положительно относитесь к тому, что Украина в НАТО может войти? Я думаю, да, если они хотят. Состоят в НАТО люди, которые всегда, Англия, Америка, они всегда были против России. И что они вам сделали? Что они вам лично сделали? Ничего не сделали, но они всегда приходили к нам с войной. Всегда. Понимаете? И сейчас с войной придут? Мы не допустим. Возможно, если будем воевать со всем Североатлантическим альянсом, то это, наверное, будет плохо. Если жизнь как-то пошутнется, то что-то будем делать. Если не пошутнется, то будем жить. Они работают, в первую очередь, в своих интересах. А Украина – это всего лишь способ воздействия, в первую очередь, на Россию. Они будут договариваться, как нас облапожить. Но мы не дадим это сделать, потому что уже не первый раз они обманывали. А мы, как честные люди, всегда верили им. Понимаете? Хорошие, добрые, честные люди верят. Настолько они вот в этот раз нас разозлили. По крайней мере, вот я, муж, моя семья, мы настолько злые. Готовы пойти против них. Но вы готовы рвать их, что ли? Да, согласна. Потому что они противные, они колонизаторы. Они захватывают, высасывают все из людей и, в принципе, обогащаются этим. То, что Украина туда может войти, как вы думаете, реалистично, нереалистично? Ну, почему нет? Может, и Россия когда-то уйдет. Если это приблизит мир во всем мире, то я не против. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Так вы не только благодарите команду Ходорковский лайв, которая для вас работает, но и помогаете Ютубу понять, что видео важно и нужно, и нужно его распространять. И обязательно подпишитесь. Если вдруг почему-то этого не сделали, так мы станем ближе. Спасибо. Спасибо.